О вечно молодых небожителях 6 мая 1933 года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала «Странный некролог». В нем сообщалось, что в Китае в возрасте 256 лет умер гражданин Ли Цинь Юн. Ошибки быть не могло. Возраст сверхдолгожителя подтверждали документы. Сохранились императорские записи о том, что власти Китая поздравляли Ли Цинь Юня с его юбилеями – 150-ти и 200-летием. Как человеку удалось прожить два с половиной столетия? А может быть, это еще не предел? На одной из знаменитых шумерских клинописных табличек указаны имена и периоды правления восьми царей. Первый из них, Эмен Луана, находился у власти 43 200 лет. Последний – Ибартуту – 18 тысяч лет. Как такое возможно? Ответ был найден в 20 веке. Советский ученый Иван Степанович Филимоненко сделал невероятное открытие. По сути, он доказал – человек может прожить даже не тысячи, а десятки тысяч лет. Научная деятельность Филимоненко была связана с космической оборонной промышленностью. И на первый взгляд, отношения к поискам бессмертия не имела. Филимоненко предложил новый способ получения энергии за счет реакции холодного ядерного синтеза. Он был одним из немногих, кто в СССР активно выступал против использования радиоактивного урана. Но почему? Данные, полученные в ходе исследований, шокировали ученого. Он обнаружил – продолжительность жизни человека напрямую зависит от радиоактивного элемента под названием изотоп калий-40. Распадаясь, он губит живые клетки. Если в организме человека содержится 245 граммов изотопа калий-40, то в среднем человек проживет 61 год и 7 месяцев. Но если уровень радиоактивных элементов снизить, к примеру, до 7 граммов, жизнь увеличится до 2500 лет. Артефакты, найденные на территории древнего шумерского государства, показали – содержание изотопа калий-40 тогда было меньше, чем сейчас, в 175 раз. А значит, жить древние шумеры могли в среднем 14 тысяч лет. Полвека назад Иван Филимоненко разработал уникальные установки для нейтрализации радиации. Ученый ждал команды сверху, чтобы начать их производство. Получается, что можно было очистить от радиации отдельные регионы или острова, и на Земле появился бы рай – место, где человек мог бы достичь бессмертия. Но к чему приведет появление на Земле места, где можно жить вечно? Судя по сохранившимся шумерским преданиям, и в далекой древности бессмертие было уделом лишь избранных или богов. Боги обитали как раз в ореоле вечной жизни, на уединенном острове Тильму. Мстич бессмертия мечтал и Гильгамеш, пятый правитель Урука, столицы шумерского государства. Для этого он отправился в Тильму, но боги не раскрыли ему секрет бессмертия. Возможно, что в глубокой древности действительно существовало отдельное место, полностью защищенное от радиации. Создала ли его природа или обитатели Тильмуна позаботились о себе, пока остается загадкой науки. В разных уголках земного шара люди во все времена искали способы продлить свою жизнь. В Китае сохранились легенды о снадобье матушки Сиванму, эликсире бессмертия, на Ближнем Востоке о персидской воде Абихаят. Но всегда ли способы достичь бессмертия были столь безобидными? Венгерская графиня Елизавета Баттери в своем чехтистском замке принимала омолаживающие ванны из крови убитых девушек. В 1610 году преступления чехтистского чудовища были раскрыты. Но известно, что в средние века такими дикими методами пытались продлить свою жизнь и многие правители. Новая Гвинея – самый крупный тропический остров планеты. По величине он уступает только Гренландии. Здесь в непроходимых джунглях до сих пор сохранились неисследованные европейцами территории. Западная часть острова вообще закрыта для туристов. Папуасы очень быстро стареют. Средняя продолжительность жизни здесь 35-38 лет. Сказываются тяжелые условия. Джунгли, жара, стопроцентная влажность. Способ достичь бессмертия, который веками практиковали некоторые племена Новой Гвинеи, сегодня находится под строжайшим запретом. Это охота за головами людей. За всю свою жизнь охотник собирал до 20-30 человеческих голов. Их обрабатывали специальным способом и обязательно показывали соплеменникам. Еще в 80-е годы прошлого века правительство Новой Гвинеи организовало экспедиции в джунгли, чтобы пресечь попытки возродить этот ритуал. Странная традиция 2,5 тысячи лет назад существовала и на другом конце земного шара – в Южной Америке. На территории Перу были обнаружены черепа со следами трепанации. Вероятно, на эту операцию пациенты шли добровольно. Частично кости черепных коробок заменяли золотыми пластинами. Но с какой целью это делалось? Зачем было так рисковать? Специалисты считают – все дело в золоте, точнее, в его свойствах. Древние цивилизации использовали чистое золото с минимальным добавлением примесей. О свойствах золота, по всей видимости, хорошо были осведомлены боги и правители Древнего Египта. Биохимик Ольга Листопад полагает, что солнечные боги – Ра, Атон, Гор – действительно могли излучать сияние, о котором говорится в мифах. Для отражения инфракрасного излучения на кожу они наносили золотую пыль. Более того, египетские боги могли принимать очищенное золото в пищу. До наших дней сохранились папирусы, в которых правители соседних государств, обращаясь к египетским фараонам, подчеркивали – золота в твоей стране много, оно как пыль. Но откуда это золото взялось? В 20 веке власти Египта приглашали английских химиков исследовать артефакты из гробницы Тутанхамона, чтобы определить месторождение древних рудников. Результаты оказались неожиданными. Во-первых, золото было подвержено очистке, и определить место его добычи уже невозможно. Во-вторых, около 8% артефактов содержали 99% чистого золота и только 1% примесей. Получить его можно лишь путем электролиза. Артефакты из гробницы Тутанхамона доказали – древние египтяне занимались трансмутацией золота, другими словами – алхимией. Неужели в этом и был секрет величия и долголетия фараонов? В Париже в церкви Сен-Жак-ля-Бушери вплоть до 18 века проводили поминальные службы в честь некого Николя Фламеля. Хотя жил этот человек еще в 14 веке. Чем заслужил покойный такую честь? Оказывается, размер пожертвований, которые Фламель оставил церкви и госпиталю, был столь велик, что о благодетели помнили на протяжении нескольких веков. Самое удивительное, что родился Николя Фламель в бедной семье. Работал общественным писарем, но неожиданно баснословно разбогател. Считается, что Николя Фламель сумел получить философский камень. С его помощью он превращал неблагородные металлы в золото. Французский алхимик советовал для этого использовать землю и медь. Его английский коллега Джордж Рибли предлагал раскалить и медленно выпаривать ртуть. Что это? Средневековая ересь или подобное превращение все же возможно? Поэтический язык алхимии, ее символы, понять во все времена могли лишь посвященные, жрецы или члены тайных обществ. Современная наука доказала, превращение одного химического элемента в другой возможно. После бомбардировки ядра альфа-частицами свинец превращается в талий. Талий в ртуть, а ртуть в золото. Вот только на практике ученым осуществить это удалось лишь в прошлом веке. Но откуда знания о трансмутации металлов появились сначала у египтян, а потом и у европейских алхимиков? Согласно древним преданиям, секреты алхимии людям передал древнеегипетский бог Гермес Тресмегис. Египтяне, шумеры, древние греки в своих священных текстах все они говорят, «Как строить города, совершать религиозные обряды и даже правильно питаться их научили боги». Именно благодаря вмешательству извне древние цивилизации совершили существенный скачок в развитии. Неужели земляне могли общаться с представителями других планет? Ведь даже в 21 веке выйти на связь синопланетянами так и не удалось. Древнешумерские тексты подтверждают, много тысячелетий назад люди владели удивительно точными данными об устройстве нашей Солнечной системы. Есть версия, что по этой шумерской астрономической карте можно определить, какому народу выходцы с той или иной планеты могли передать свои знания. Так звезда Давида испокон веков считается символом еврейского народа. А сегодня она размещена и на флаге государства Израиль. В 2012 году американский марсоход Curiosity прислал новые фотографии с поверхности Красной планеты. По словам ученых, судя по снимкам, на марсианской горе Шарп есть геологическая аномалия, схожая по своей структуре с Великим каньоном в США. Земляне с каждым годом получают все больше доказательств. Когда-то Марс был обитаем. Так может и другие планеты населяли более развитые цивилизации? И контакты с ними для землян когда-то были привычным делом. Замедлять биологическое время люди могут и сегодня. В Индии верят. Бессмертные, не выдавая себя, могут находиться среди самых обыкновенных людей. Согласно этим мифам, на Земле уже больше двух тысяч лет живет легендарный Бабаджа. Родился он в третьем веке до нашей эры в среде священнослужителей брахманов. Сейчас Бабаджа предпочитает находиться в Гималаях, но время от времени появляется в разных регионах Индии. Задержаться в мире людей, остановив время, человеку будет дозволено лишь для благих целей. Так считают все восточные традиции. К примеру, буддистский великий учитель Нагарджуна достиг бессмертия, чтобы передать последователям вероучение Махаяны. Согласно индийским легендам, сами боги искали способы продлить свою жизнь. В древнеиндийской ригведе, созданной около трех тысяч лет назад, рассказано о неком напитке богов. Он назывался Амрита. Способность излечивать все болезни, даровать молодость и даже бессмертие приписывали также камню Чинтамани. По одной из версий, камень Чинтамани находится в стране Шамбала, вход в которую пока закрыт. Что касается Амриты, то ее секрет уже разгадан. Во всяком случае, так считают надхи, последователи одного из древнеиндийских ведических течений. Они уверены, что Амрита есть в каждом человеке, и находится она внутри нашего черепа. Сразу после рождения, эта жидкость начинает медленно капать вниз, пока не вытечет полностью. Преодолеть смерть можно лишь создав плотину на пути Амриты. Какими бы странными ни казались эти поверья, необычно длинный и тонкий язык, отличительная черта и индийского бога смерти Ямы. Эту статуэтку профессиональный путешественник, член русского географического общества Александр Редько, привез из очередной экспедиции. Много лет он изучает традиции и философию Востока. Исследованию Тибета Александр Редько посвятил 10 лет. Во время одной из экспедиций он совершил ритуальный обход вокруг знаменитой священной горы Кайлас. Случайная встреча у подножья этой горы заставила его поверить в то, что бессмертные среди нас. Одна из версий гласит, на Земле есть особые места, где время словно растянуто, жизнь протекает медленнее. И если в этих вневременных капсулах человек проводит часть своей жизни, он может застать несколько исторических эпох, прожить несколько столетий. Исследователи полагают, что такие места – это гора Кайлас, а также долины Спити и Кулу в Индии. Мека-последователи всех школ йоги. Известно, что великие ламы умели входить в состояние самадхи. Это своеобразная самоконсервация. Считается, что душа в этот момент покидает тело. Но их все еще связывает некая невидимая нить. Как это возможно? Восточная традиция рассказывает о серебряной всепроникающей нити му. Она невидима глазу и может проходить через любые препятствия. Когда нить му прерывается, наступает смерть физического тела. Ламы научились растягивать нить му. В Потоле, во дворце Далай-ламы, покоятся нетленные тела высших лам правителей Тибета. Сам дворец – гигантское сооружение шириной около 500 метров, высотой более 100. В нем 999 комнат. Сложнее всего попасть в центральный зал – святилище. Александру Редько это удалось. Он видел 11 ступ – трумов, вокруг которых монахи непрерывно ведут медитативную молитву. Самые древние каменные саркофаги на земле – это Нанду и Астапад. Они находятся возле священной горы Кайлас. На Тибете верят, что внутри них расположены огромные залы. Именно там до сих пор хранятся тела учителей человечества, тех, кто передавал знания людям. По мнению известного офтальмолога и исследователя древних цивилизаций Эрнста Мулдашева, в этом хранилище могут находиться и представители предыдущих цивилизаций. В Гималайских пещерах, по словам Мулдашева, может храниться генофонд четырех предыдущих цивилизаций. Продолжительность жизни наших ближайших предшественников, атлантов, могла достигать 300 лет и более. А лемурийцы были фактически бессмертны, так как умели менять свое тело на новое. Но куда подевались останки представителей предыдущих цивилизаций? Не могли же они просто испариться? Такое вполне возможно, полагает Мулдашев. Он провел научную экспедицию в Сирии, Ливане, Египте, Турции и Греции. Его группы были обнаружены похожие саркофаги – прямоугольные гробницы из массивных каменных плит. Еще одна экспедиция Мулдашева на остров Пасхи закончилась тем, что исследователь выдвинул интересную гипотезу. Люди стали смертными только после того, как были построены знаменитые каменные истуканы острова. Возможно, это чипы смерти, изменившие генетическую структуру людей. Согласно Библии, человек был создан по образу и подобию Божию, то есть бессмертным. И только после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, люди узнали, что такое смерть. Кто знает, возможно, именно тогда ген, отвечающий за полную регенерацию наших клеток, и был искажен. Библия сообщает, что пророк Муфусаил прожил 969 лет. Другие ветхозаветные патриархи – 600-800 лет. Более того, оказывается, в те далекие времена люди совершенно не старели. Так в Торе сказано, хотя Авраам был стар, выглядел он молодо. И куда бы он ни пришел вместе со своим сыном Ицхаком, люди не знали, кому первому оказать почести. Именно Авраам попросил Господа изменять внешность стареющего человека, чтобы было видно, кого нужно почитать. Ветхозаветные тексты в свое время проанализировал выдающийся советский генетик Юрий Петрович Алтухов. Эти сведения помогли ему выявить интересную зависимость. Чем позже у человека появлялись дети, тем дольше он жил. На нашей планете и сегодня есть нестареющие долгожители. Морской окунь, голопогосская черепаха, синикит. Если каким-то организмам удается прожить более 200 лет и оставаться молодыми, может и человек способен продлить свой век. Заведующий лабораторией Института биологии и развития Российской академии наук Валерий Зюганов считает, что сохранить молодость помогут короткие пептиды. Их источником может быть, к примеру, моллюск-жемчужница. В природе он значительно увеличивает продолжительность жизни лосося, подселяясь к нему в жабры во время нереста. Пептиды – изобретение, полученное в ходе военных разработок. В конце 80-х годов Минобороны создало секретные лаборатории, где ученые должны были синтезировать препарат для повышения физической способности солдата. Владимир Ховенсон был первым, кто решил эту проблему. Ученый обнаружил пептиды, вещества, на основе которых был создан уникальный препарат – ВИБОКС. Клинические испытания показали, что прием пептидных биорегуляторов повышает работоспособность и невероятно быстро восстанавливает клетки. Более того, эти вещества приводят к омоложению организма. Секрет препарата – в уникальном белке, который ученые выделили из органов молодых животных. Разработка российских ученых нашла применение не только в военной, но и гражданской медицине. Фармакологи добавили пептиды в капли, лекарственные мази для спортсменов и препараты для стоматологов. Такого лекарственного препарата не существует более нигде – ни в США, ни в Европе. Владимир Ховенсон уверен, что его разработка продлит жизнь целого поколения. Доктор медицинских наук считает, что каждый орган стареет по своей программе. Если обеспечить организму комплексный уход, питание, режим дня, сон, то можно отложить немощную старость и, как следствие, смерть. Современная наука возлагает надежды на полную расшифровку генома человека. На сегодняшний день генетиками составлена лишь элементарная азбука. Сложные связи пока не изучены. Но это дело ближайших лет, и тогда удастся существенно увеличить продолжительность жизни. Врач восточной медицины Анатолий Циденов считает, что о своем долголетии можно позаботиться уже сегодня. Тибетская медицина оставила достаточно сведений. Согласно этой традиции, человек состоит из водного, эфирного и огненного тел. С помощью медицины и восточных практик, активизировав свое огненное тело, даже почтенный старец сможет снизить свой биологический возраст до 26 лет. Но бессмертие представителям предыдущих цивилизаций все же обеспечивало не огненное, а эфирное тело. В отличие от нас, они состояли в основном из тонкой субстанции. На сегодняшний день официально старейшей жительницей планеты считается француженка Жанна-Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет. Долгожителями называют и тех, кому исполнилось 90, и даже 80. Уже в ближайшие десятилетия продолжительность жизни людей может существенно измениться. В 2007 году человечество вошло в так называемую зону сингулярности, которая продлится до середины века. Но как в будущем изменится продолжительность жизни? Сократиться или, напротив, увеличиться? Каким будет следующий оборот спирали, по которой развиваются цивилизации на планете Земля? Древние тексты предупреждают, прежде чем придет новое время, людям предстоит пережить немало тяжелых потрясений и природных катаклизмов. После этого на Земле вновь настанет золотое время. Кто знает, может тогда человеку будет отмерен не век, а целое тысячелетие.